Добрый день! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Найля Джумаева и темой сегодняшнего сообщения является терапия инвазивного кандидоза с применением новой технологии. Я также хочу ознакомить своих слушателей некоторыми результатами своих наблюдений, касающиеся новой инфекции COVID-19. Однако вначале я хотела бы вернуться к своему предыдущему ролику, посвященному применению особых свойств лазеров малой мощности в терапии инфекционных заболеваний. Возможно, вы обратили внимание, что когда я описывала патогенную флуру, выделенная из раны больной до начала проводимой терапии, то перечень включала в себя несколько возбудителей. Перечень представляется вашему вниманию. Диагноз нашей больной был хроническое септическое состояние с постоянным формированием метастатических флевнов мягких тканей. Однако мной на первом этапе терапии был применен только препарат нестатин, который и размещался в поле устройства для переноса свойств лекарственного препарата в организм больного. Еще раз обращаю внимание на данный факт. Он крайне важен. Важен, потому что на первое же воздействие, проведенное мною в зоне рефатической системы, я подробно описала сам процесс. В ролике, где в поле устройства был размещен нестатин и только нестатин, у больной на третий день рана полностью очистилась от гнойных выделений. Представленное фото, сделанное на третий день после проведения терапии, демонстрирует абсолютно чистую раневую поверхность оперированной ранние флегмоны пораженной зоны без признаков какого-либо воспаления. Результаты анализов, полученные после проведенной терапии, также показали устройство в ранее таких возбудителей, как псидононосаурогеноза и анпротеус мирабелис. Я напомню вам, что инфекции, вызываемые псидононосаурогеноза, относятся к группе назакомиальных инфекций и часто возникают у больных хирургических стационаров. Именно данная инфекция вызывает гнойное образование в тканях организма и общее тяжелое состояние у больных. Протеусинфекция также вызывает тяжелую инфекцию мягких тканей, сепсис, пневмонии и также относится к группе назакомиальных инфекций. Для меня же было и остается загадкой по сей день, что произошло с данной группой возбудителей? Почему они также ответили на воздействие и исчезли с раны? Должна сказать, что этот случай в моей последующей 16-летней практике применение предлагаемой мной новой технологии инфекционных заболеваний был и остается единственным наблюдением. Больных с хирургом сепсисов у меня больше не было. Единственное возможное объяснение, которое, на мой взгляд, может объяснить данный феномен, это наличие некоторых схожих по своему строению участков в химической структуре ампидиогротиков, применяемых в терапии заболеваний, вызванных перечисленной мною различных возбудителей, выявленных у данной больной. Это нестатин и антибиотики из группы цифалоспоринов, аминогликозидов и фторхинолы. Антибиотиков, традиционно применяемых в терапии псевдомоносаурогеноза и протеосмирабульсинфекшен. Я представляю вашему вниманию химическое строение перечисленных антибиотиков. Первая таблица включает в себя химическую структуру аминогликозидов, которые применяются в терапии псевдомоносаурогеноза. Вторая таблица включает в себя химическое строение аминогликозидов в сравнении с торхиновыми цифалоспоринами третьего поколения и аминогликозидами. Это антибиотики, применяемые в терапии протеосмирабульс. Напомню вам, что больная не получала таблеток аминогликозидов, а получала только слепок кристаллической решетки химической структуры препарата, сформированного под влиянием поля, генерируемое лазером малой мощности. Однако это только моя точка зрения и я оставляю этот факт на суд своих служителей. В период с 2005 по 2007 годы в Наушно-исследовательском институте вирусологии нами было проведено исследование по применению разработанного нового метода в терапии хронического вирусного гепатита B и хронического вирусного гепатита C. На проведение исследования было получено разрешение Этического комитета Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Отдельные результаты данного наблюдения опубликованы, и я расскажу в последующих роликах о полученных результатах по терапии этих заболеваний. Сейчас же мне хотелось бы рассказать о результатах, полученных нами в терапии инвазивного кандидоза. За этот же период времени под наблюдением было 10 больных с верифицированным диагнозом инвазивного кандидоза и хронического диссеминированного кандидоза. Это были пациенты инстенсивного терапия, отделения интенсивной терапии, института вирусологии. Они включали себя больных с циррозом печени, четверо больных, хроническим гепатитом с высокой степенью активности процесса и трое больных с синдромом приобретенного иммунодефицита. В сопутствующем заболевании у них были онкологические болезни, перенесенная рамя химиотерапии, сахарный диабет. Терапия инвазивного кандидоза в этой группе больных проводилась с нами строго по международному протоколу, приментому в терапии инвазивного кандидоза с применением азоловых антигрибковых препаратов. Единственным дополнением к протоколу терапии было применение наминистатина в поле излучателя с целью уничтожения грибов в грудном лимфатическом протоке. Почему это было сделано? Дело в том, что в процессе обследования больных на наличие инвазивного кандидоза традиционными методами диагностики, что включало в себя исследование культуры крови и другого биологического материала, собранных в стерильных условиях. Мною также проводилось исследование больных методом медикаментозного тестирования с применением назода гриба рода кандида. И тут впервые. В процессе медикаментозного тестирования я обнаружила наличие у данной группы больных грибы рода кандида в проекции грудного лимфатического протока. Поиск литературе указывал только на наличие у больных с инвазивным кандидозом нейтропения различной степени, что имело место и у наших больных. После анализа полученных нами данных было принято решение применить устройство для переноса свойств препарата в организм больного с целью уничтожения грибов в грудном лимфатическом протоке в данной группе больных. С этой целью нами был выбран препарат нестатин. Медикаментозное тестирование с подбозой разовых доз нестатина показало, что тестируемые разовые дозы нестатина в точках акапунктуры в различных отделах грудного лимфатического протока согласно рекомендациям доктора Фоля. Колебались в пределах от 5 миллионов единиц препарата до 22,5 миллионов единиц препарата. Терапия проводилась однократно с применением истатина в поле устройства. Само же устройство для переноса свойств лекарственных препаратов в организм больного располагалось над проекцией грудного лимфатического протока и у различных отделов. Поскольку доказать отсутствие или наличие любовь рода кандида в грудном лимфатическом протоке современными методами диагностики невозможно, то эффективность терапии определялась состоянием больных после проведения терапии и данными лабораторных тестов. Как показали наши данные, то в группе больных с инвазивным кандидозом, подвергшись воздействию с применением устройства для переноса свойств лекарственных в значительно более короткие сроки в сравнении с литературными данными наблюдалась нормализация числа нитрофилов в крови больных, сократились сроки прививания больных в отделение интенсивной терапии, а также улучшились показатели основных заболеваний, результатом которых было наличие у больных инвазивного кандидоза. Полученные нами данные были статистически достоверны, и результаты проведенного исследования были доложены на семинаре, проведенном в Институте вирусологии в 2007 году. Уважаемые коллеги, сейчас весь мир подвергся опасности, представляющей собой заболевание, вызываемое новой инфекцией, получившим название SARS-Co2 или COVID-19. Ко мне на консультацию обратилось несколько больных с легкой формой этого заболевания, и я хотела бы поделиться с вами своими наблюдениями, касающиеся данной инфекции. Общее число больных было 8, и состояние шестерых из них было расценено как относительно недоверительное. И только у двоих пациентов я расценила состояние как средней тяжести. Возраст больных колебался от 14 до 63 лет. Все пациенты имели на руках данные компьютерной томографии легких, где у всех регистрировалось наличие воспалительного заболевания легких вирусной и теологии различной степени выраженности. По данным пациентной агнотики, у шести больных тест был негативный, и только у двоих пациентов результаты теста были позитивны. Мною в процессе медикаментозного тестирования для верификации диагноза был применен назод РНК-зависимой, РНК-польмеразы. Но я больше опиралась на результаты тестирования, проведенных с применением препарата Рибавирин. Он впервые был использован мною в терапии хронического вирусного гепатита С, и эти результаты опубликованы. И в литературе описано его применение в терапии больных с тяжелым течением МЕРС-COVID-инфекшн, или иначе Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection, где совместное применение Рибавирина и Интерферона Альфа-2 в терапии этих больных показало высокую эффективность и выживаемость больных. Ссылку на эту статью я укажу в ролике. Что показало мое наблюдение? Общеизвестно, что коронавирус является воздушно-капельной инфекцией и обладает тропностью эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей и клеткам тканей легких. Однако у четырех моих пациентов это 50% больных. В процессе медикаментозного тестирования в районе грудного лимфатического протока наряду с положительным ответом на азот РНК-полимераза мною также тестировались дозы Рибавирина. От тестированной дозы Рибавирина были невысокие и колебались в пределах от 100 до 800 мг препарата. Причем последняя доза регистрировалась у больной, страдающей метаболическим синдромом. Вообще, должна сказать, что эти четверо пациентов имели в баннамнезе сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гламирол нефрит и метаболический синдром у двух пациентов. Я не могу настаивать на том, что возможно COVID-19, в отличие от других респираторных вирусов, в результате мутаций приобрел возможность к тропности к лимфоидной ткани. Для этого надо определять его наличие в лимфоцитах периферической крови больных COVID-19 методом ПЦР. И при этом надо определиться со сроками тестирования. На мой взгляд, это где-то на пятые 14 дни процесса от его начала. Однако, должна сказать, что именно у этих четверых пациентов методом медикаментозного тестирования вирус также определялся в поджелудочной селезе и селезенке. И в этих органах мной также тестировались дозы репеверина, что является, в моем случае, двойным подтверждением присутствия COVID-19 в изучаемой ткани. Однако, если данная информация достоверна, то мультиорганное поражение у больных с тяжелым течением COVID-19 можно объяснить диссеминацией возбудителя по лимфатическим сосудам, основным представителем которого в организме человека является грудной лимфатический проток и его различные отделы. Но, уважаемые коллеги, мое сегодняшнее сообщение не является чем-то новым или вдруг обнаруженным и неизвестным. В 2005 году в журнале «Экспериментальный медицин» были описаны результаты исследований, проведенных на аутопсийном материале больных, погибших от SARS-инфекции в 2005 году. Я сравнила полученные мной данные и данные, полученные авторами этой статьи, и пришла к выводу, что, базируясь на аутопсийном материале, инфекция SARS 2005 года и нынешние инфекции COVID-19 являются идентичными. С одной лишь разницей – высочайшая степень контагиозности COVID-19. Я еще раз обращаю ваше внимание, по моим данным, работа, выполненная в 2005 году, учеными Китая, Америки и Австралии показывают идентичность нынешней инфекции с уже имеющей место быть SARS в 2005 году. Эту информацию могут подтвердить и отвергнуть патологоанатомы, проводившие аутопсию больных, погибших от COVID-19. Вопрос, касающийся контагиозности COVID-19, сам по себе весьма интересен, требует дополнительных исследований. Предлагаемый вашему вниманию снимок, отражает морфологические изменения клеток иммунной системы у больных, погибших от SARS в 2005 году и является результатом исследований авторов данной статьи. Ссылку на нее я укажу внизу данного ролика. Дорогие коллеги, в сегодняшнем сообщении я представила вашему вниманию мои первые результаты, полученные в процессе медикаментозного тестирования у больных COVID-19 в легкой степени течения процесса. Почему тогда, спросите вы меня, в начале ролика я говорила о результатах терапии, полученных нами в лечении инвазивного кандидоза. Это менее актуально, чем нынешняя инфекция. Да, но, по моему мнению, мы недооцениваем значимость лимфатической системы чеческого организма, в первую очередь в качестве возможного очага различных инфекций, а также возможности инфекции мигрировать в различные части тела именно благодаря свойствам лимфатической системы. В моем следующем ролике я расскажу вам, какую дополнительную информацию по COVID-19 я смогла получить, используя метод медикаментозного тестирования. Спасибо всем вам за внимание, всего вам наилучшего и до скорых встреч. До свидания.